40 мячей ЦСКА в ворота беззащитной звезды, домашняя победа Ростов-Дона на холостых оборотах и настоящая заруба в Тольятти. Этим запомнился прошедший тур чемпионата России. О нем мы расскажем в нашей передаче. Это свободный бросок. Всем привет! Подходит к концу предварительный этап чемпионата страны. Командам осталось провести по 4 матча, плюс 1 отложенный между Астраханочкой и Ладой. Практически, наверное, приближается к своей итоговой концовке и таблице. Очень мало остается интриг, но тем не менее они есть. Сейчас еще непонятно, кто займет первое место, кто будет вторым, пятым, шестым, а возможно даже четвертым. Скорее всего только Тольяттинская Лада уже определилась с третьим итоговым местом. Три матча в этом туре прошло. Самым интересным наши болельщики выбрали игру в Тольятти между Ладой и Кубанью. Ну а начнем мы с игры в Звенигороде, где звезда принимала ЦСКА. В какой-то серьезной яме находится Звенигородская команда сейчас. После многочисленных болезней игроков никак они не могут найти свою игру. После достаточно интересной победы над Ладой, которая была уже довольно давно, звезда только проигрывает. Причем в основном на своей площадке. Вот и на этот раз в гости к Звенигородской команде приехал чемпион России ЦСКА. Приехали они, конечно, чтобы победить. И в итоге эту саму победу одержали, но достаточно уж легко. Это было 40-28 итоговый счет и с первых минут не было, наверное, уже ни у кого сомнений в том, что ЦСКА держит победу. А по итогам первого тайма, который завершился со счетом 21-12, не было уже ни у кого сомнений о том, что победа будет крупной. Хотя Звезда играла тоже в атакующую игру, но к защите, конечно, Алексей Гумянов, главный тренер этой команды, должен предъявить очень много претензий. Потому что 40 мячей – это, в принципе, много очень пропущенных голов. Мы помним, что Кубань не так давно от Ростов-Дона дома получала еще больше мячей. Конечно, с такой обороной достойно проиграть нельзя. Хотя, надо отметить, что ни одного удаления у Звезды не было в этом матче. И ни разу игроки ЦСКА не бросали, не пробивали 7-метровые броски. И, тем не менее, 40 голов залетело в сетку Звезды. По цифрам, статистическим полное преимущество на стороне ЦСКА. Если мы посмотрим на количество бросков – 56 против 50, на реализацию – 71% против 56, на сейвы – 17 сейвов у вратарей ЦСКА и 8 у вратарей Звезды. Потерь у Звезды 14, у ЦСКА 6. В общем, полное преимущество. И вот в прошлой передаче затронул тему атакующих комбинаций, голевых передач. Теперь будем говорить в каждом матче про их количество. В этой игре достаточно высокое количество голевых передач было у обеих команд. 12 у Звезды, 26 у ЦСКА. В сумме это 38 или 55% голов было забито после голевых передач. То есть, команды больше половины своих мячей проводили в хорошем комбинационном стиле. Бежали, пасовали, выводили игроков именно на какой-то бросок решающий. И отсюда получались красивые забитые голы. Стоит также отметить, что ЦСКА превзошел существенно Звезду в быстром переходе. То есть, в голах, которые забиты с отрывов, в контратаках, в быстром нападении так называемом. 17 таких быстрых голов у ЦСКА и 7 у Звезды. Вот вам 10 мячей разницы. Перебегал очень быстро от защиты к атаке. Переходил ЦСКА и за счет этого в том числе и победил. Кого отметить в командах? У Звезды мало кого можно выделить. Пожалуй, можно отметить всегда стабильную Надежду Осипову. 4 мяча плюс 3 голевые передачи. Ну, еще, наверное, лучше сыграла Альбина Мурзалеева. Тоже 4 мяча, 2 голевые передачи. Но ни одной потери не совершила. А у Осиповой 5 таких потерь. По полевым игрокам больше прямо зацепиться глазу не за кого. У ЦСКА лучший матч свой, наверное, провела Марина Судакова. 10 мячей она забросила в 10 попытках. Причем большинство из них вот в этих самых отрывах, контратаках, в быстром нападении. Бежит Марина прекрасно. Покинет она ЦСКА по итогам сезона. Уезжает в Европу. Но, так сказать, борозды не портит сейчас этот игрок в составе ЦСКА. И великолепный матч она провела. Безусловно, лучший игрок в составе армейского клуба. По мнению нашей редакции. Стоит отметить также Полину Каплину, голкипера. У нее 15 сейвов или почти 40% спасений. Ну, Полина уже первый номер фактически в ЦСКА. И играет очень стабильно от матча к матчу. 10 плюс сейвов в каждой игре. И под 35-40% она показывает этот результат. В общем, ЦСКА сверхуверенно победил. Остался на первом месте. Ну, а Звезда осталась на пятом месте. И есть у нее шансы это пятое место потерять. Если она не начнет набирать очки. А сейчас второй матч тура. В Ростове-на-Дону он прошел. Серебряный призер чемпионата России. Ростов-Дон принимал Астраханочку. В прошлом туре Ростов-Дон спокойно и без проблем выиграл в Астрахани. Матчи тура проходили зеркально. И вот теперь команда Дениса Сайфулина приехала в административный центр Ростовской области. Чтобы показать свою игру по возможности хорошую против Ростов-Дона в его родных стенах. Но опять уверенная победа оказалась за ростовчанками. Что-то по ходу матча прямо сложно выделять. Достаточно быстро ростовчанки вышли вперед. Создали себе преимущество в 6-7 мячей. Контролировали ход встречи. И спокойно ее довели до победы. Не дав Астраханочке сильно как-то приблизиться. Итоговая разница 28-24. Пусть никого не удивляют. Но когда ты на первой передаче играешь спокойненько против команды. Которая показывает все, на что способна победа в 4 мяча. Она нормальная, закономерная. Надо поберечь силы ростовчанкам. У них гораздо важнее матча впереди в Лиге Чемпионов. И зачем затрачивать много сил на победу. Которая может быть достигнута гораздо меньшей траты этих самых сил. В общем уверенная победа ростовчанок. Затрачено очень немного сил. Гораздо более важные матчи в ближайшей перспективе у команды Пера Йохансона. Поэтому необходимо было просто дать игровое время. Игроков проверить. Кстати по игрокам отметить можно разве что Юлию Моногарову в составе Ростов-Дона. В каждом матче наверное она практически лучшая. Среди всех игроков Ростов-Дона. Вот на этот раз 6 голов у Юлии. Есть и голевая передача, 3 перехвата. Из полевых игроков она вот самая такая заметная была в этой встрече. Отмечу также Екатерину Зеленкову. Полусреднюю Ростов-Дона. 2 гола в 8 бросках. Невысокий результат. Причем и дальних бросков было 6. И всего 1 гол. Брали Зеленкову в самом начале сезона на замену Вяхеревой. На усиление, укрепление линии полусредних. Но что-то как-то не видно пока. Вот этой самой мощи. Хотя она проводит игровое время в каждом матче. Доверяет ей Пейер Йоханссон совершать много бросков. Но вот с прицелом как-то пока не очень у Кати. Но я думаю, что она подрастет еще в своих возможностях. И покажет свой уровень более высокий. Который отвечает требованиям Ростов-Дона. Вратарии Ростов-Дона на этот раз выглядели достаточно тускло. 8 сейвов на троих. Габисова, Лагина, Калинина. Которая вообще с нулем ушла с площадки. Но даже такого результата хватило ростовчанкам. Для того, чтобы одержать победу вообще без вопросов. Можно, наверное, вообще без вратарей было играть. У Астраханочки два игрока выделяются в этой встрече. Это Анастасия Листопад. Три гола, четыре голевые передачи. И голкипер Анастасия Рябцева. 34% сейвов. Девять она их сделала. Больше, чем все три вратаря Ростов-Дона. Но этого для победы не хватило. Хотя Настя молодец. В очередной раз показала хорошую игру. По голевым передачам. Хочу сказать, что уже менее такой был комбинационный этот матч. У Ростов-Дона 13 голевых передач. У Астраханочки 9. И в сумме это 22 голевые передачи. 42%. Причем у Ростовчанок это практически 50% голов. Именно после голевых передач. У Астраханочки поменьше. Но тоже в принципе есть какой-то прогресс после прошлого матча. Когда у них было совсем тускло с этим делом. Поздравляем Ростов-Дон. Он остается на втором месте. И имеет шансы отодвинуть ЦСКА с первой позиции. И перед тем, как перейти к разбору собственной игры. Очень хочу высказать мнение. Не только свое, но и многих болельщиков. Наверное, большинства всех зрителей. Кто смотрел трансляцию из Тольятти. Уже не первый год и не первый раз в этом сезоне. Все мы убеждаемся, что это худшая по качеству трансляция во всей Суперлиге. Даже в группе Б они гораздо качественнее и интереснее проходят. Особенно в плане вот этих вот постоянных разрывов. Отсутствие интернета. При том, что очень невысокое качество самой картинки. Очень невысокое разрешение. Так еще и на него не хватает, наверное, интернета в Тольятти. Весь уходит куда-то в другие места. В общем, смотреть такой матч неинтересно. Мне интересно смотреть такую трансляцию. Это издевательство над собой. И, конечно, надо что-то делать. Потому что команда идет по игре на третьем месте. Команда участвует в Еврокубках. А по качеству вот этого трансляционного контента. Это худшая команда лиги. Если кто-то не согласен, напишите, конечно, в комментариях. Но если согласны, тоже напишите. Может, в Тольятти это тоже читают. И прислушаются. Ведь кто-то же рассказал, что все-таки не Бобина, а Бобина. И не Трухина, а Трухина играют в составе Кубани. И комментаторы матча по ходу игры перестроились. И начали называть игроков правильно. Ну и, безусловно, матч Тура прошел в Тольятти. Лада принимала Кубань. В прошлом туре Тольяттинки выиграли в Краснодаре. С разницей в два мяча. Но матч был неоднозначный. Могла тогда победить и Кубань. И команде Екатерины Маринниковой дома необходимо было показать, конечно, наверное, более уверенную игру. И своей вот этой более уверенной игрой показать, что все у нее в порядке у команды. Но матч получился очень интересным и, опять же, неоднозначным. Первый тайм прошел в сверхинтересной борьбе. Он был очень насыщен голами. И оказался повторением самого результативного первого тайма в чемпионате. Напомню, самый результативный первый тайм в этом чемпионате был сыгран тоже с участием Кубани в Звенигороде. Тогда Кубань выиграл с счетом 20-15, а команды забросили 35 голов на двоих. И вот повторение этого результата. 19-16 в пользу Лады. Те же 35 мячей за один тайм, за первый именно тайм. Команды, в принципе, выходили вперед постоянно. Менялся иногда лидер. Но Лада лучше использовала ошибки Кубани. И три мяча к перерыву они могли и не быть тремя мячами. Если бы Кубань в свои моменты использовала чуть лучше и не теряла мяч, как она это умеет делать. Во втором тайме Лада стала отрываться в счете, но Кубань достаточно быстро догнала ее. 21-21 был счет. Потом Лада вышла вперед 22-21. И тут Мария Гафонова схлопотала в атаке Кубани двухминутное удаление, как мы все понимаем, за разговоры с арбитром. И Лада очень быстро это использовала в свою пользу. Убежала на пять мячей. 26-21. Ну, казалось, что уже не догнать тольятинскую команду Кубани. Но желто-зеленые, они не сдаются, мы знаем, в каждом матче. И подобралась Кубань поближе по счету. И в итоге всего два мяча выиграла Лада. 31-29. Но помимо того, что у Кубани Гафонова получила удаление за разговоры в первом тайме, тоже, кажется, за несогласие именно с арбитром была удалена Ксения Трухина. В общем, дисциплину надо, конечно, поправлять. В команде к хорошему это не приводит. А если бы Мария не удалилась тогда за разговоры, и Кубань могла в атаке свои сравнять счет, а может даже потом и выйти вперед. В общем, если бы до Кабы есть в этом проблемы, надо все-таки рот, наверное, держать игрокам. Не только Кубани на замке. И арбитр всегда прав. Уже после матча, наверное, можно какие-то там высказывать сомнения, коллубные протесты подавать, если оно было. А так, конечно, только вредит результату. Очень много потерь опять допустили команды. 11 у Лады, 16 у Кубани. И здесь бы хотел отметить, что не каждая потеря заканчивается голом в твои ворота. Но есть и такие, которые заканчиваются пропущенными мячами. Так вот, таких голов после потерь у Лады был всего один. У Кубани их было 4. Разница 2 мяча итоговая и 3 мяча – это разница голов пропущенных после своих ошибок. Здесь есть резерв работы. Меньше ошибаешься, меньше пропускаешь. По крайней мере, к Кубани это относится на протяжении всего сезона со словом «совсем». И еще один момент отмечу. Много бросков Лады совершила в блок или во вратаря, так сказать, или были сейвы. В общем, неудачные броски. И в 6 случаях была наказана сразу пропущенным мячом от Кубани. В результате контратаки, отрыва. Это понравилось в игре Кубани. И вот этот момент не понравился в игре Лады. Я думаю, что и тренеры, и болельщики это отметили. По голевым передачам их было вообще немного в этой игре. Это самая позиционная игра получилась. В основном команды использовали позиционные нападения. Только 9 раз игроки Лады забили после голевых передач. И всего 6 раз Кубань забросила таких мячей. 25% голов из 60% всего обе команды забросили в результате острой комбинационной игры. Это самый низкий результат и показатель из всех трех матчей. Ну, она такая ожидалась игра, что она будет не быстрая. Что команды сильно бежать, наверное, не будут. А будут разыгрывать мячи до верного. Кубань будет выводить на бросок, наверное, своих полусредних дальние броски, чтобы использовали. Ну, Лада свои сильные стороны тоже должна была использовать. В общем, побеждает Лада. Отметить у нее можно тех же игроков, кого и по итогам матча в Краснодаре. Две Ольги, Фомина и Щербак. Сегодня это основные лидеры и основные поставщики мячей. По 6 голов они забросили. И голевые передачи, и заработанные 7-метровые, и перехваты. Ну, пожалуй, что Фомина опять ярче проявила себя. Очень хорошая она мячи. И больше пользы принесла и в защите, и в нападении. У Кубани лучше была Диана Голуб. 8 голов она забросила из 10 попыток. Очень хорошо смотрелась Виктория Жилинская, вернувшаяся на площадку и отсутствовавшая в Краснодаре. У нее 6 мячей, хорошие дальние броски показывала. Заработала 2 7-метровых. И также отмечу Веронику Чепулу, вратаря. В кои-то веки голкиперы Кубани выглядели чуть лучше, чем голкиперы другой команды. У Вероники 30% сейвов. И она, в принципе, несколько раз хорошо очень спасла команду. И после этих спасений были забиты важные, хорошие, красивые мячи. В общем, Лада выигрывает. Отрывается от Астраханочки. И, наверное, гарантирует себе уже третье место по итогам предварительного этапа. Ну, а теперь пришло время выбрать лучшего игрока Тура. Очень сложно сделать выбор по итогам этого Тура. Не было каких-то прям сверхблеснувших игроков. Ну, может быть, локально и были. Но вот повлиявших на перевернувших игру, ход матча. В принципе, каждый выполнял свою работу как мог. Кто-то ее выполнил лучше. И сегодня такой игрок Тура, конечно. Но со знаком того, что кто-то мог бы, наверное, сыграть еще лучше. Ну, а так, игроком Тура выбрана Марина Судакова из ЦСКА. 10 у нее голов. Да, она выполнила свою работу. Она крайний игрок. Она бежала в отрывы и забивала эти мячи. Но она забила их все 100%. Плюс у нее 2-3 подбора, 2 голевые передачи. В общем, Марина сыграла в ЦСКА очень хорошо. В принципе, вот она вам вся разница в счете. Не было бы Марины, наверное, всего 2 мяча выиграл бы ЦСКА. Но это, конечно, шутка. А так, яркость игроков в этом туре во всех командах была очень тусклой. Теперь таблицы. Опять все осталось на своих местах. Первая тройка набрала по 2 очка. Нижняя тройка осталась при своем. Остается играть всего 4 тура. Интриги прежние. Кто займет первое место ЦСКА или Ростов-Дон. Кто займет пятое место Кубань или Звезда. Очень много прояснится уже через неделю, когда в Краснодар приедет Астраханочка. И вот этот матч будет для Кубани сверхважным. В этом матче, в случае победы, она может обойти Звезду. А в случае поражения не обойти. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас, если вы не подписаны. Чем больше подписок, тем больше людей увидит нашу передачу. Комментируйте. Оставляйте свое мнение, обратную связь. Ну и, конечно же, ставьте лайк на каждое наше видео. Ну а мы с вами совсем скоро увидимся. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok